Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. С вами Ася Лейдар. Генеральный спонсор показа автосалон Tengri Auto. Официальный дилер Hyundai Subaru по Восточно-Казахстанской области. Автомобили Hyundai – это европейское качество и высокий уровень комфорта. Автомобиль можно приобрести по программе Hyundai Finance по сниженной процентной ставке. Автомобили Subaru – японская сборка, постоянный полный привод, комплекс систем безопасности и система помощи водителю iSight. Выгода на автомобили Subaru до 2 миллионов 40 тысяч 300 тенге. Пора менять автомобиль? Воспользуйтесь программой Trade-In. Ждем вас по адресу. Город Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62-3, телефон 8-7232-203-302. В школе номер 17 состоялась презентация Центра психологической поддержки для детей и подростков, учителей и родителей. Подробнее в следующем сюжете. Центр психологической поддержки начал свою работу в январе этого года. К практическим задачам Центра относятся оказание психологической помощи детям, родителям, специалистам в сфере образования по их запросу, средствами заочного или очного консультирования. Миссия Центра заключается в актуализации индивидуального потенциала и развитии внутренних ресурсов человека в целях достижения полноценного социального формирования культурно развитой личности и, прежде всего, оказания поддерживающей и психологической помощи. Наша цель городского Центра – это улучшение условий жизнедеятельности личности и расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Психологическая работа здесь проводится как в форме индивидуальной беседы, консультирования, так и группового тренинга. Для оказания оперативной помощи по телефону психологи работают в круглосуточном режиме. Чаще всего к нам обращаются подростки. То есть у них не складываются взаимоотношения, допустим, с родителями, также со своими друзьями. Какие-то конфликты случаются, и мы помогаем, оказываем помощь чаще всего подросткам. Ну просто если возрастную группу я беру, вот именно подростки. Центр психологической поддержки только начал свою работу, но в перспективе с его помощью надеются систематизировать работу психологов, дополнительного образования, улучшить психологическую обстановку среди молодежи, повысить психологическую грамотность детей и родителей. Асель Айдар, Нурлану Розалин, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В Центральной городской библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню столицы. В ходе мероприятия были освещены проблемы становления города Нур-Султан. Также рассказали о первых архитектурных сооружениях, которые являются украшением столицы. Помимо этого, читатели поделились своими мнениями о заслугах главы государства в продвижении молодого города во всём мире. Также об историческом решении переименования столицы. От всей души поздравляю всех с грядущим государственным праздником – Днём столицы. Нур-Султан – это гордость казахстанцев, символ независимости и суверенитета страны, символ стабильности и экономического роста нашего молодого государства. В этот праздничный день желаем вам мира, добра, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины – Республики Казахстан. Целью данного мероприятия является ознакомление читателей с историей столицы и её достопримечательностями – привитие чувства патриотизма и любви к Родине. В течение вечера прозвучали музыкальные композиции и поэтические произведения. Для гостей выступали артисты Центрального парка, молодые артисты города, также ученики Татарской школы искусств. Всех казахстанцев, также жителей семей поздравляю с данным праздником. Желаю нашей Республике процветания, дальнейшего благополучия, роста, всего самого наилучшего. В мероприятии приняли участие сотрудники отряда военной полиции Семейского регионального гарнизона, заместитель начальника штаба в мобилизированной работе подполковника Рибаев, начальник отделения координации и планирования подполковник Жумагали, также воинские подразделения. 15 воспитанников специализированной школы-лицея Жасулан представляли Восток Казахстана на республиканских военно-патриотических сборах молодежи Айбен. На улынах возлагали надежды, и они достойно их оправдали, заняв первое место среди школ специальных лицеев. Среди 600 молодых патриотов на полигоне учебного центра Спаск достойно в атмосфере доверия получили и высшую награду – гран-при. Встречали друзья, родители, члены попечительского совета. В рамках года молодежи продемонстрировали знания, навыки и умения, полученные в специализированном учебном заведении. Победа эта нам далась, конечно, нелегко, но должен вам доложить, что мы второй раз становимся абсолютными чемпионами, второй раз занимаем первое место среди военно-школы-интернатов республики и второй раз берем гран-при. В 2016 году мы впервые заняли первое место, завоевали гран-при и стали абсолютными чемпионами. И этот успех повторили вот в этом году, в преддверии 25-летия нашего лицея. На следующий год в нашем лицее исполняется 25 лет. И вот, идя навстречу этому нашему большому юбилею, общему нашему празднику, всех жасулановцев, которые закончили лицей, которые учатся в данное время, сделали уже первый такой подарок. Уланы примером доказали свои возможности. Все шесть лет получают знания, формируют навыки, живут по уставу. Главное, есть понимание и запрос на уроки стойкости. Шлифовка знаний идет на полевой площадке. Здесь, что очень важно, учатся себя побеждать. В первую очередь это командный дух. И каждый член команды уже знал, на что идет, за что он борется. И тренировался каждый день. Мы тренировку начинали с прошлого года, когда мы взяли в прошлом году на Айбуне второе место, уже мы с взводом переговорили и стоили цель. Следующий год должно быть первое место и явное преимущество должно быть. Для государства важно формировать и утверждать жизненные ценности, патриотизм, ответственность, конкретными делами славить Мангеля Кель. Открыл знаковые 5-й республиканские военно-патриотические сборы молодежи президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан, Касым Жомар, Такаев. Он обратился к молодежи, символу прогресса, и принял участие в закладке капсулы времени. Послание к участникам движения ЖАС Сарбас 50. В соревнования несли свои требования, что вмещали многогранность. Это и интеллектуальные игры, IT-технологии, состязания по военно-прикладным видам спорта, военизированная эстафета. Капитан Саркетбек Махметов докладывает директору школы-лицея об итогах. Передаются статуэтки и награды. А это 6 кубков и 69 золотых медалей. Во, дают куланы. И о них позаботились организаторы. Абсолютные чемпионы Айбына получили каждый в подарок отличный велосипед. А школе-лицею вручен тренажерный комплекс. Надо сказать, что мужской лицей для одаренных детей ЖАС Сулан всегда был авангардным подразделением, авангардной частью. На это учебное заведение равнялись среднеобщебразовательные школы и колледжи. За более чем 20-летний срок своего существования здесь накоплен большой опыт военно-патриотической работы. Прежде всего, основой служит для этой работы преподавательский состав. Он является очень сильным, дает глубокие знания в вопросах патриотического воспитания. Семь лет учебы. Начиная с пятого класса – жизнь по расписанию. Здесь рассчитывают на активное вовлечение в атмосферу лицея, выносливость, поддержку педагогов. Государство с большой надеждой поддерживает учебные заведения. Более 80% выпускников выбирают профильные специальности. Профессия военного, военная жизнь, жизнь военных – это у них будет уже, можно сказать, в крови. За семь лет во время обучения они здесь обучаются и усиленную подготовку проходят. Наши выпускники в основном выбирают академию пограничной службы, военный институт сухопутных войск, военный институт радиоэлектроники и связи, и военный институт национальной гвардии. Многие наши выпускники обучаются на дальних и ближних зарубежных странах на профессию военных. Если привести пример, мой Улан Орс-Паэр Рустэм хочет стать десантником. И с пятого класса он себя готовит, чтобы поступить в военный суд сухопутных войск, в факультет десантно-штурмовые войска и войсковая разведка. А этот Улан Аримханов Талант с шестого класса выбрал профессию военного летчика и в данный момент уже готовится поступить в Актюбинский военный институт сил воздушной обороны. Вписаться в атмосферу времени, получив правильную и нужную профессию. Смотр компетенции выпускников специализированной школы и лицея широк. Пожалуй, главное, формируются жизненные ценности, воля, характер. Одна из первых в Казахстане и единственная на Востоке специализированная школа закончила набор на новый юбилейный год. И один из тех, кто прошел конкурсный отбор – Радмир Тверетинов. С главой семейства Александром Владимировичем пришел на церемонию встречи победителей. Я сюда пришел посмотреть на победителей десятого класса. Они заняли первое место по Казахстану. Они молодцы. Я закончил четыре класса. Пришел сюда учиться. И хочу также стать победителем по Казахстану. А что для этого надо, дорогой друг? Надо для этого стремиться к будущему, стараться, заниматься спортом, хорошо учиться. Ну ты готов к этому? Конечно, я готов. Уланы передают символ победы для хранения в музее истории. Своей победой писали достойную страницу военно-патриотическое движение «Жаст-Арбас Востока Казахстана». А таки говорят – трудно в учении, легко в бою. Пятого июля в Восточно-Казахстанской области и местами ожидается гроза, днём местами – град. Управление по ЧАЭС города-семей просит горожан и гостей города соблюдать меры безопасности в этот период. Напоминаем, что генеральный спонсор показа – автосалон Тегри Авто. Официальный дилер Hyundai Subaru по Восточно-Казахстанской области. Генеральный спонсор показа – автосалон Тегри Авто. Официальный дилер Hyundai Subaru по Восточно-Казахстанской области. Автосалон Тегри Авто. Официальный дилер Hyundai Subaru по Восточно-Казахстанской области. Автомобили Hyundai – это европейское качество и высокий уровень комфорта. Автомобиль можно приобрести по программе Hyundai Finance по сниженной процентной ставке. Автомобили Subaru. Японская сборка, постоянный полный привод, комплекс систем безопасности и система помощи водителю iSight. Выгода на автомобили Subaru до 2 миллионов 40 тысяч 300 тенге. Пора менять автомобиль? Воспользуйтесь программой Trade-in. Ждем вас по адресу. Город Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62-3. Телефон 8-7232-203-302. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи.